Добрый день! Это четвертое видео из курса «Простое кино». В прошлых видео мы рассмотрели установку для съемки анимации, способ создания анимации под названием «Перекладка» и основы работы в программах IrfanView и Videopad. Сегодня мы рассмотрим обработку получившегося мультфильма, озвучание и наложение фоновой музыки. Перед нами программа Videopad. С левой стороны, вот в этой области, можно добавлять и сортировать те файлы, которые мы используем для нашего видео. Это могут быть как видеофайлы, аудиофайлы, изображения, а также любые другие разделы. Справа предпросмотр нашего видео. Здесь можно его запустить, а также это можно сделать, нажав кнопку «Спейс», поставить его в непрерывный цикл, промотать на следующий кадр и так далее. Здесь показывается уровень звука на нашем видео. А снизу наша основная рабочая область – это видеоряд, видеодорожка и аудиодорожка. Их можно сворачивать, разворачивать и создавать новые, просто перетаскивая на свободное место новые файлы. Масштаб отображения видеоряда можно изменять этим ползунком или колесиком мыши. Возможности программы очень велики, поэтому пройдемся только по конкретным практическим моментам. Начнем со вступительных титров. Если они у вас уже подготовлены в графическом редактории или нарисованы и сфотографированы, то просто импортируем их. Правой клавишей мыши «Добавить файлы» и выбираем файл титров. Отдвигаем от начала видеодорожки наш мультфильм и перетаскиваем титр на видеоряд. Выравниваем по длительности простым перетаскиванием. Готово! На первом фрагменте видео можно установить проявление. Это просто проявление кусочка видео и с темноты. А на переходах между фрагментами можно установить переходы. Выбор в программе довольно большой. Я чаще всего использую переходы под типом угасания. Следующая необходимая опция – это видеоэффекты. При нажатии на нее появляется вот такое окошко. Нас интересует только первая кнопка – «Добавить эффект шаблон». При нажатии на нее появляется большое количество разных эффектов, которые можно применить к данному фрагменту видео. Такие как движение, масштаб, приближение, разнообразные настройки цвета и света. Давайте изменим, например, насыщенность этого видеофрагмента. При нажатии на эффект появляется окошко с возможностью изменять его параметры. Вот так. 16% будет достаточно. Для того, чтобы убрать эффект от этого фрагмента, нажмите на крестик. Можно добавить любое количество эффектов к одному видео. Теперь давайте добавим финальные титры. В конце нашего видео добавляем еще раз наш последний кадр. Перетаскиваем на панель видеодорожки. И на него уже будем накладывать текст. Переходим наверх. Текстовые эффекты. На выбор довольно большое количество разных эффектов. Но нам сейчас подойдет простой текст поверх. Набираем текст. Выбираем цвет текста. Обводку для текста. Может быть красив или жирный. И закрываем текстовый редактор. Передвигаем текст как в кадре, так и по видеодорожке. Необходимое нам место. Готово. В конце нашего мультфильма, а также титров, ставим одинаковое затухание. Теперь я покажу, как озвучить прямо в этой программе кусок видео. Естественно, нам необходимо, чтобы к компьютеру, на котором вы обрабатываете, был подключен микрофон. Находим тот момент, который мы хотим озвучить. Например, когда робот подпрыгивает, на мой взгляд, он должен крикнуть «Эй!». Давайте запишем это. Выбираем начало фрагмента и нажимаем либо значок микрофона на видеоиду, либо наверху «Добавить озвучку». Нажимаем красную кнопку, будучи готовыми кричать нужную фразу. «Эй!». «Эй!». Смотрим, что получилось. «Эй!». 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 Также, как и к видео, к аудиофрагменту можно применить и различные эффекты, нажав кнопку «Эффекты». Появляется точно такое же окошко, добавляем аудиоэффект. Здесь, на мой взгляд, будет неплохо звучать, если мы включим дополнительное эхо. Выбираем параметры этого эхо, экспериментируем. «Эй!». Теперь давайте добавим фоновую музыку для нашего ролика. Я, в первую очередь, пользуюсь YouTube-фонотекой. Здесь можно скачать бесплатную музыку для наших проектов. Можно выбрать жанр мелодии, ее настроение, инструменты, которые там играют, и длительность всей композиции. Чаще всего для детских мультфильмов подходит музыка из раздела «Для детей». В данном случае я использую первую же, которая вышла в списке – «Rainbow Forest». скачиваем и загружаем ее в проект. Правой клавишей «Добавить файлы», выбираем и протягиваем на панель для звука. Ставим, например, чтобы она шла с самого начала, и после этого уменьшаем размер аудиоклипа. Слушаем и смотрим, что получается. Слышите, что музыка слишком громкая, а голос мой слишком тихий. Нажимаем «Изменить громкость звука». И изменяем, скажем, его до 40%. Громкость голоса увеличиваем. Но это необходимо сделать с помощью эффектов. Выбираем усиление. Вводим необходимое число и слушаем, что получается. «Ахей!» Вот так намного лучше. И в конце, чтобы музыка не обрывалась, мы ставим на нее переход «Затухание». Правой клавишей по звуковой дорожке «Исчезновение». Выбираем продолжительность. Окей. Отлично! На этом заканчивается четвертое и последнее видео из курса «Простое кино». Всем спасибо за внимание!